300 юных артистов в течение трех дней выходили на малую сцену Ихвицкого концертного дома. Во вторник здесь начался трехдневный фестиваль школьных театров и довирусского уезда. 8 марта повалил крупный снег, а на сцене – Африка. Театральный фестиваль начался спектаклем школьного театра Силамяя, доктора Иболита и его друзья. Работающие в жюри фестиваля художественные руководители Ихвицкого театра Лепатрину, Божья коровка Елена Бахер, режиссер театра Тулевецкий мельница Ирина Марья Пул не скрывает удовольствия от увиденного. На сцене вместе действуют люди и куклы, даже присутствуют элементы театра теней. А именно их творческие коллективы, родившиеся как только театры кукол, выросли в такие синтетические театры, которые сегодня с успехом копируют дети. 8 марта у всех женщин мира праздник. Работники Ихвицкого центра культуры и досуга по интересам работают. Именно они являются организаторами этого традиционного фестиваля. Руководитель центра Анна Уттендорф говорит, что и вовсе не обидно от того, что в женский праздник надо выходить на работу. Март вообще театральный месяц, в конце которого будет отмечаться Международный день театра. О какой обиде может идти речь, если свыше 20 спектаклей, которые подготовили специально для фестиваля «Школьники уезда», всегда являются для нас подарком, сказала каналу Литес Анна Уттендорф. Вот что она рассказала перед открытием фестиваля. У нас сегодня, завтра и послезавтра будет здесь, в Ихвицком концентном доме, проходить уездный фестиваль «Школьный театр». Это уже такая длинная традиция, когда это происходит. Начался когда-то из Котла-Ныме. Было долго лет, он был в Котла-Ярве, и уже третий год мы это проводим здесь, в Ихви. Как, на Ваш взгляд, в Идавирум развивается «Школьный театр»? Последние годы, когда мы это проводим здесь, мы, конечно, видим, что особенно хорошо они работают в городах все-таки, где можно найти больше детей. К сожалению, у нас такие маленькие власти, и маленькие школы в последнее время не участвуют. Это очень, конечно, плохо. Могли бы, конечно, участвовать больше. В среду и четверг фестиваль продолжился. 9 марта на сцене Ихвицкого концертного дома выступили коллективы из Нарвского профессионального центра и Ярвайской русской гимназии. Нарвитяне показали спектакль «Псы Господня». Гимназисты из Котла-Ярве представили на суд жюри постановку «Лови мгновение» по мотивам сценария фильма «Общество мертвых поэтов». Эти два спектакля уже стали знаменитыми за пределами городов, где они появились на свет.